Всем снова привет дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Джек Шепард и мы продолжаем проходить Орден 1886. Зон успешен, не в первый раз правда, но ладно. Так, там больше ничего нет. То есть эта дверь как бы секреточка небольшая. Рыцарь, вы чего дожидаетесь? Ну тут какая-то комната, я ее исследую. То есть оружие, гранаты. Идемте. Локон, не стреляйте. Это Лакшми Бай, глава восстания. Вы ей доверяете? Вы что, совсем разум потеряли? Могу задать тот же вопрос. Не знаю я вас, решил бы что меня завели в засаду. Я думаю точно так же. На это нет времени. Нам нужна помощь, а мне больше не к кому обратиться. Презумие, вы ставите под удар самое сердце Ордена. Алистарь, просто поверьте. Вы просили найти доказательства. Она была в Блэк-Оле, видела то же, что и я. То есть она помогла вам уничтожить доки объединенной индийской компании? Мой отец был прав, это однозначно теракт, вас используют. Она рассказала о заговоре. И чтобы и покончить с ним, без нее не обойтись. А если это не так? Тогда мы ответим за свои действия. И понесем наказание. Как Мэлори? Надеюсь, вы правы, Грей. Не хочу, чтобы вы оказались предателем. И я тоже, брат. Вон они! Дальний конец пола! Прицарь! Укрытие! Перезаряжать! Охрана идет с того конца! Продолжение следует! Не могу высунуться! Мне нужны патроны! Не двигайтесь, мы вас прикроем! Цель поражена! Больно! Да вы, кажется, всех перебили, нормально. Никого! Пошли, комната с архивом там. Сюда, через балкон во дворе. Хорошо. Так, сначала тут осмотреть быстренько. И не зря. Что я наделал? Блин, ребят, простите, я просто на автомате нажал зачем-то новый контроллер. А, ну все хорошо, в принципе тут. Хотел прочитать этот дневник. Ой, все, так, хорошо. Нормально, стих первый. Ой, тут так много всего написано, и на таком языке. Так что давайте, ребят, на паузе, если кто хочет что-то почитать. Пожалуйста. Так, идем воевать. Мы тут как на ладони. Советую поднажать. Охрана, во дворе. Снайпер, справа. Где снайпер? Вижу. Ага, вот. Он меня пострелил. Ну хоть помогайте, там тоже стреляйте. Снайпер, рыцарь. Снайпер, убили. Хорошо, что снайпера убили. Снайпер, убили. Снайпер, убили. Снайпер, убили. Снайпер, убили. Там еще есть подбал, али. Вот такой из них термитный ружье. Финли, держи. Охрана, убили. Охрана, убили. Снайпер, убили. Хорошо, я лучше патроны возьмем. Свои винтовочки. Готовы? Давай. Комната с архивом впереди. Такой уютный, спокойный. Круто. Рассмотрите архивы. Ищите заявки, декларации, накладные. Любые свидетельства перевозки полукровок. Как здесь можно что-то найти? Спокойно, Финли. Искать будем мы. А ты посторожи. В третий раз мы встречаем этот ящик. С одинаково падающими книжками. Здесь ничего нет. Значит плохо ищем. Завещание капитана. Это завещание капитана Эмери Ходункана Дугласа, отставного офицера Коррелевского Драгунского полка, составлено 27 июля 1886 года в здравом уме трезвой памяти без какого-либо принуждения. Моя дрожайшая Эмма, надеюсь, ты найдешь в себе силы простить меня. Я больше не заслуживаю чести быть твоим мужем. Я глубоко сожалею решению вступить в корпус Объединенной Индийской Компании, поскольку ужасы, которые я лицезрел, будут преследовать меня до скончания моих дней. Ты бы наверняка сказала, что после всего мною содеянного у меня готово на место в аду. Но теперь я знаю, что никакого ада нет. Ирая тоже. Господь, если он существовал когда-то, давно нас покинул. Моей жене я завещаю свое родовое поместье в Суржее и все находящиеся там в имуществе. Моему единственному настоящему другу Себастьяну я завещаю содержимое моего сундука. Передайте ему, что он все-таки был прав. Внутри он найдет то, что искал. Интересно. Так, мы пока ничего не нашли. Голова статуса свободы в Нью-Йорке. Так, мы должны найти это. Бедная зебра. Это то, что нам нужно. И еще три груза в ту же сторону. Дальше корабль-океаник. Отплывая через шесть недель. Где Финли? Ты же восторжитель отправила. Что-то мне это не нравится. Что-то мне это не нравится. Лорд Гастингс. Теперь верите? Все это его рук дело. Убийство Войт, Чеппелли. Полукровки. Индийская компания. Все вы. Яков Ван Нек. Или как писаки из Флит-стрит нежно называли меня, Джек-Потрошитель. К вашим услугам. Благодарю, сэр Лукан, за доставку мятежников. Разберитесь. Не подведите нас. Ну, я знал, что он предатель. Ну, это... Весьма удачно. Правда же, сэр Галла? Лидер повстанцев пойман. И предатель найден. Все одним точным ударом. Предатель это вы, к сожалению. Алистер, как же так? Простите, брат. Прежде всего, я храню верность своим. Своим? Бегите! Ее квадрат. Ну, я нажал квадрат. Ну, что? Я слышу, что у многих есть проблемы. Ты смотришь, как от сона, бац, резко появляется какая-нибудь... Бегите! Кнопочка, которую нужно нажать, а ты ничего не успеваешь сделать. Хорошо. Странно, что после вот одного такого удара Персонаж просто погибает, тебя загружают обратно. Почему бы не продолжить схватку? В том же Хевер-Реймсе работал по-другому. Ты пропускал удар, но бой шел по-другому пути уже. А-а-а! А-а-а! А-а... А-а-а! 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 Ко-кде-то? Ну я нажал, вот что! Так, от одного успели избавиться. Не нажми треугольничек. Мерзь! 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 Что ты играешь? Ну, они общались довольно дружески. Они покидали заведение, укрывающее повстанцев. Сэр Галахат говорил с лордом-канцлером и со мной. Он озвучил ряд абсурдных обвинений в адрес индийской компании и собирался разыскать лорда Гастингса. Пригласите лорда Гастингса. Лорд Гастингс, скажите, вы опознали того, кто напал на вас? Поздней ночью сэр Галахат проник в нашу штаб-квартиру в сопровождении предводительницы повстанцев и ее сообщников. Я не была уверена, что иду именно за Галахатом, но... нашла его мундир, брошенный у логова повстанцев. Как его командир, я пытался убедить Галахата одуматься. Очевидно, моим советом он не внял. Эти люди атаковали нескольких охранник и ворвались в мои покои, намереваясь меня убить. Когда мы обнаружили лорда Гастингса, он был ранен. Он должен понести наказание за свои действия. Итак, рыцари, каков будет ваш вердикт? Виновен. 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 Да. Вот здесь действительно прям жалко его. Ну давай, пособерись. А мы-то с другом думали, ты уже покойник. Ну что, повторим? Закрывай. Лучше сдавайтесь. Такое не прощается. Вы забыли, лорд-канцлер. Я уже ходячий мертвец. Белохат! Не томите, уже хочется узнать, что же было дальше. Между жизнью и смертью. Осторожнее, друг. Никола? Он выживет. Это уж ему решать. Да. Он выживет. Вот друг мой. Пейте. 22 ноября 1886 года. Прошло уже два дня. Мы не можем его так оставить. Я сделал все, что мог. Теперь не мне его защищать. Это же тот сам человек в капюшоне, который говорил с нашим... Я призову его, если он выживет. Друг мой... Друг мой, не покидайте нас! Серга Лохат! Серга Лохат! 26 ноября. Вот, леди Лаксми. Хорошо, что вы позвали меня. Я не знаю, как помочь. Я его ищу по всему Лондону. Да, ищут. Мы о нем позаботимся. Выживет он или нет, время покажет. 30 ноября. Сглупите, Никола! У меня нет выбора! Мое отсутствие может вызвать подозрения. А вдруг они уже знают? Хватит! Вы уже помогли! Теперь предоставьте это нам! Я еще столько всего могу сделать, леди Лакшни. Прошу. Позаботьтесь о нем. Боюсь, что без него у нас нет шансов. 2 декабря. Лакшми. Ну, рыцарь. Вы так просто не сдаетесь. Где я? Вы в убежище на набережной. Вы провели здесь без сознания почти две недели. Идемте. Нам нужно как-нибудь вернуться в Уайт-Чеппелл. Полиция вас повсюду ищет. Как вы меня нашли? Благодаря Николе. Он укрыл вас здесь и позвал меня. Никола, откуда вы его знаете? Пусть лучше он сам вам объяснит при случае, как мы связаны. Хорошо. Интересно. Он оставил вам это. Надеялся, вы оцените. Новое оружие. Оружие, успехи. Ну, идемте. Лакшми, откуда вам известна черная вода? Мне даровали это знание. Вы хотите сказать рыцарь? сэр борсты ганс сэр и борса не видели с тех пор как он отправился на поиски играли так он жив он в остынде я не говорила что он жив все в силе на этой игры еще играли есть он мог фонарик то выключить смотри также уворачиваться как я огнеопасно я огнеопасен плохо в принципе пистолетов то лучше даже нет чем мой хотя вот это выглядит интересно очень интересно но я полагаю это не последнее согласно будьте на готове но мне кажется за вайт чипл должно есть честное наблюдение надо перезарядить посмотрите как разорвало просто этими пулями убийственными ну и бачка тут еще взорвалась уайт чипл вон там но они нашли убежище на нас тут уже нет леди грейна здесь явно побывало несколько человек кто-то помог сару галхаду сообщите совету что мы разыскали беглеца прикажите всем рыцарям стягиваться к уайт чипл даме леди господь свидетель я положу конец этому мятежу ну ладно все вон бегите живо живо нужно уходить каждую минуту у уайт чипл может нагрянуть полиция они начнут вязать тут всех без разбора собирайтесь и уходите у меня есть одно дело во дворце вы что не в своем уме вам никак нельзя появляться во дворце я должен вызволить николу я его должник алистер вас знает он ждет что вы явитесь знаю значит идем вместе нет этот бой я должен провести один если доживу до завтра я разыщу вас решено рыцарь не слышали я больше не рыцарь нет вы не рыцарь месье но кто предатель или патриот кем бы вы хотели меня видеть полагаю у вас свои резоны две революции научили меня что неправы бывают обе стороны я этого не забуду уж постарайтесь месье посигнете на дело свободы и клянусь я стану вашим заклятым врагом до новых встреч мы еще встретимся друг круто ну что ж давайте на этом закончим увидимся уже в следующей серии поставьте пожалуйста палец вверх с вами был джек шепард увидимся счастливо пока пока не